Серийный насильник и убийца, таксист Дмитрий Лебедь всю оставшуюся жизнь проведет в тюрьме. Верховный суд Хакасии вынес ему соответствующий приговор. Добавим, за последние шесть лет это уже десятый случай, когда преступник получает пожизненный срок. Подробности истории маньяка Лебедя в материале Натальи Гармашовой. Этого дня пострадавшие и родственники убитых девушек ждали не один год. Свои первые похождения Дмитрий Лебедь начал еще в 2012-м. Следствие установило, что вечером или ночью мужчина в роли таксиста предлагал одиноким женщинам, в основном нетрезвым подвезти их по указанному адресу. Те, которые соглашались, даже не подозревали, что эта поездка для них может стать последней. Четверых жертв обвиняемый изнасиловал, затем убил. Еще шестерым удалось вырваться и убежать. Рано утром 2 сентября 2017-го в машину к преступнику села и 24-летняя Оксана Литвинова. Друзья и родственники забили тревогу, тело девушки нашли недалеко от Минусинска. Спустя 20 дней был задержан и подозреваемый, им оказался Дмитрий Лебедь. С этого момента начали вскрываться подробности его злодеяний. Выяснилось, что прежде несколько потерпевших уже обращалось в Следственный комитет с заявлениями против Лебедя, но в возбуждении уголовных дел им было отказано. И только в 2017 году расследование началось. Всего пострадавшими были признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Установлено 13 фактов тяжких и особо тяжких преступлений. Это изнасилование, попытки насилия, угрозы убийством, кражи. Материалы уголовного производства составили 22 тома. Разбирательства тянулись полтора года. Последние три месяца дело изучал суд. Все заседания проходили в закрытом режиме. Именно так рассматриваются материалы о преступлениях против половой свободы личности. Сегодня прозвучал приговор. Вести видеосъемку в зале было запрещено. Суду предоставлены доказательства о виновности Лебедя по всем эпизодам преступной деятельности. Приговором суда Лебедя сужден по жизненному лишению свободы. Наказание является справедливым. Отбывать наказание преступник будет в колонии особого режима. Но только после того, как приговор вступит в законную силу. У осужденного есть 10 дней на его обжалование в суде высшей инстанции. И в прокуратуре не исключают, что Лебедь может пойти на это. Надеемся, что никаких смельчайших обстоятельств не будет для него. Что он оттуда не выйдет. Конечно, пожизненного срока ему очень мало. Была бы смертная казнь. Пока судья зачитывал приговор, на лице Лебедя не отразилось ни одной эмоции. Он отстраненно смотрел в сторону, не произнес ни звука. Добавим, в марте осужденному исполнилось 33 года. Он отец троих детей, старшему ребенку 9 лет. Младший родился в минувшем году. В отношении первых двух детей Лебедь был лишен родительских прав. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.